Здравствуйте! Время сейчас не самое легкое. Время, когда нужно учиться жить в условиях жесткой экономики, требующей не только вдумчивости, но и самое главное – бережливости. Конечно, мы и раньше внимательно проверяли все коммунальные начисления, чеки в магазине, квитки на зарплату. Но сейчас мы не только проверяем, но и смотрим, где и как можно экономить. Вариантов тут очень много – отказаться от дорогих продуктов, отдав предпочтение более сытным, отказаться от развлечений, ограничившись телевизором и поездками на дачу. В общем, мы-то с вами уже научились экономить. Но вот некоторые, одним из критериев измерения расточительности органов власти стали полисы добровольного медицинского страхования. Здесь безусловным лидером стало правительство Московской области с полисами за 128 и 107 тысяч рублей на человека в год. Может, там какая заразная болезнь есть опасная? На мой вопрос, как обстоят дела у нас, мне ответили, что все в рамках здравого смысла и закона. Вот тут, я думаю, москвичам стоит поучиться. Есть вещи, без которых можно прожить. Но спорт. Вчера, как гром среди ясного неба, прозвучали слова великого хоккеиста. Хоккей у нас не развивается. Нет элементарных катков. И критика Третьяка была обоснованной. У нас действительно на весь город два с половиной катка, да один для детей возле памятника Ленина. И все. Эту тему начали живо обсуждать, спорить, предлагать решение. Один вопрос, а где все были раньше? Хорошо, один депутат Государственной Думы привез другого депутата. И теперь мы поняли, что дворец спорта – это спортивное сооружение, а не выставочный зал. Деньги от дорогих выставок, будем надеяться, пошли на развитие спорта и теперь нам покажут, какого именно. А в чем проблема-то? Дороговизна льда или что-то еще? Суть самой ледяной проблемы в том, что город является заложником трех ледовых площадок. Они безумно дороги как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для детей, которые занимаются в муниципальных спортшколах. Но если со стадионами Труд и Динамо как-то договариваются власти, то дворец спорта профсоюзов эти самые профсоюзы отдали под выставки шуб. О каких достижениях в спорте или здоровом населении можно говорить? Как обычно, профсоюзы все поставили на коммерческую основу. Словно и не слышат они призывов нашего президента о поддержке особенно детского спорта. Альтернативой станут площадки во дворах, на школьных стадионах. Золотые парашюты. Кто желает получить такое при увольнении? Я смотрю, все руки подняли. Да, было бы неплохо. Видимо, так подумал деятельный носитель искусства бывший руководитель драмтеатра господин Дунаев. И теперь драмтеатр у него в рабстве. Если вы не в курсе, 10 миллионов он получил при увольнении. И суд признал законным эту выплату. А как не признать, если все подписано? И куда смотрят в областном Минкульте? Они-то как считают деньги? Увеличить свой парашют он пытался еще несколькими миллионами, предъявив претензию через суд о несвоевременной выплате в размере еще 2,5 миллионов. Однако суд не согласился. И все же парашют в 10 миллионов позволяет хорошо жить Дунаеву и страдать коллективу театра. Председатель правительства Дмитрий Медведев сказал, есть и еще одна статья государственных расходов, которая нам сейчас не по карману. Я имею в виду строительство новых зданий для органов государственной власти. Я хочу обратиться ко всем государственным служащим, ко всем руководителям. Давайте пока забудем о новых офисах. Это, конечно, такая интересная тема, но в конечном счете траты эти далеко не всегда эффективны и поэтому в настоящий момент следует от всего этого отказаться. Вроде в Архангельске такого строительства не намечалось. Я очень рад, что мы не в топе и даже не в списке самых расточительных. В повседневной жизни есть много вариантов экономии. Экономии с малого. Например, попытаться отказаться от всех лишних бумажек и перейти на электронные документы. Вы только задумайтесь, какая это экономия в масштабах вашей организации, а в масштабах города, а области, понятно, что не везде еще можно отказаться от бумаг, но попробовать стоит. Да и вообще стоит попробовать начать экономить. Завершить хочу тем, что на минувшей неделе закрылась самая авторитетная и историческая газета. Собственники, видимо, пошли по пути современных тенденций и, экономя деньги, ушли в интернет. Очень жаль. Но стоит заметить, что во многом развитие средств массовой информации зависит от общества. Если обществу необходима печатная версия, по сути, социальный проект, то и общество, и власть должны предпринимать конкретные определенные шаги. Тем более, по нашей информации и собственник готов к диалогу. Ведь есть успешный пример реализации городскими властями социального проекта. Газета «Архангельс. Город воинской славы», которая востребована людьми старшего поколения. Может, стоит присмотреться к этому опыту? С вами был Сергей Пономарев. Увидимся.